А сейчас снова Рим, которому в эти минуты приковано внимание всех мировых СМИ. Туда, из Милана, сегодня прибыл российский президент Владимир Путин и направился в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском. На прямую связь от Собора Святого Петра снова выходит наш корреспондент Ась Емельянова. И так, Ася, встреча с Папой уже состоялась. О чем говорили российские лидеры понтифик? Звучала ли и тема Украины? Да, действительно, более часа Владимир Путин провел в Ватикане. Из них полчаса один на один тет-а-тет с главой Римской католической церкви Папой Франциском. И это, конечно, очень много. Было очевидно, что эта встреча, эта аудиенция была очень важна для обоих. Давайте посмотрим кадры, которые мы только что получили из личной библиотеки, где проходила встреча. Господин президент, спасибо вам за визит. Я молюсь за вас. Ну вот вы слышали, я молюсь за вас. Это были первые слова, с которыми Франциск встретил Владимира Путина. Эта встреча в Ватикане, конечно, главная тема всех завтрашних газет. Несмотря на то, чтобы, казалось бы, большая политика, она была вся в Милане. Там была встреча с премьером Италии Матео Ренци. Обсуждали Сирию, Ливию. Это ожидалось. Еще в ноябре 2013 года понтифик и Владимир Путин обсуждали этой темы. Положение христиан на Ближнем Востоке. Но самое главное, конечно, Украина. Как и предполагалось, без нее не обошлось. Очень неслыханное давление пытались оказывать на дипломатов Святого Престола до последней минуты. С тех пор, как Святой Престол подтвердил, что ожидает у себя Владимира Путина. Сначала во внутренние дела Ватикана пытался вмешаться посол США при Ватикане, но затем глава украинской греко-католической церкви. Но, несмотря на это, все это было напрасно. Папу Франциска буквально заставляли изменить позицию, выступить с резкой критикой России. Но понтифик не раздавал понять, что видит украинские события несколько по-другому, чем это сейчас принято в Европе. В феврале, во время одной из проповедей, он призвал украинских католиков вспомнить о том, что они борются с такими же христианами и перестать употреблять слова «победа и поражение». Я процитирую главу римской католической церкви. Он сказал, когда я слышу слова «победа и поражение», сердце моё наполняется болью. Штаты смотрят на эту позицию Франциска тоже. Я цитирую сегодняшнее издание, итальянское издание Корьера де Лассера, со смешанным чувством любопытства и недоумения. Россия, конечно, остаётся неизменным и, пожалуй, единственным конструктивным собеседником в вопросе, который сейчас важен для всего мира. Противостояние исламскому терроризму на Ближнем Востоке и защитой всех христиан. Но что мы ещё знаем? В конце встречи российский президент и глава римской католической церкви обменялись подарками. Это всегда очень важно. Это не просто традиция. Это очень важно, потому что глубокая символика. В этом всё смотрят, какие подарки привезёт российский президент, что подарит в ответ папа Франциск. Владимир Путин подарил картину. Это вышивка ручной работы. А увезёт с собой в Москву медаль работы автора прошлого века. На ней ангел, по словам Франциска, это ангел, символ справедливости и солидарности. Ангел, который защищают. Ну, кстати, такого же мнения придерживаются и все, кто сегодня встречал Владимира Путина здесь, на границе Италии и Ватикана, с криками «Россия!» аплодисментами. Итальянцы, они умеют выбирать источники и прекрасно понимают, что происходит. Так что встреча закончилась. Коллеги. Ась, успел ли президент после Ватикана провести ещё какие-то переговоры в Риме? Да, действительно, сегодняшний день закончится визитом. Сейчас Владимир Путин поднимается на Кверинальский холм. Будет встреча с новым президентом Италии, Се Джо Маттарелло. Это их первая встреча. Дело в том, что его предшественник Джорджи Наполитано сложил свои полномочия этой зимой. Будет обязательно. Я думаю, что встреча продлится полчаса. Но и ожидается, что в конце своего визита в Италию Владимир Путин встретится со своим давним другом, Силио Берлускони, экс-премьером Италии. Спасибо, Ася. Ася Емельянова из Рима с самыми последними новостями о визите Владимира Путина в Италию. Ася Емельянова из Рима.